С 5 по 8 октября в Санкт-Петербурге проходил 10-й Петербургский международный газовый форум, проведение которого было намечено на декабрь 2020-го, но из-за эпидемиологической ситуации его открытие было перенесено на 2021 год. Первый Петербургский газовый форум был проведен в 2011 году при поддержке российских лидеров отрасли «Газпрома» и «Газпром газораспределения». Это крупнейшее отраслевое мероприятие в России. Помимо масштабной выставки, форумы с года в год демонстрируют содержательную и актуальную конгрессную программу. Проект является уникальной площадкой для взаимодействия лидеров топливно-энергетической отрасли, для диалога между крупнейшими международными и российскими компаниями и для принятия ими стратегических решений. В рамках форума российскими предприятиями была организована демонстрация современных технологий, высокотехнологичного, конкурентоспособного оборудования, а также проводились тематические мероприятия конгрессной программы. В трех павильонах проходили выставки, демонстрирующие новейшие технологические разработки и оборудование, а также тенденции развития газомоторного рынка в России и в мире. В дни работы 10-го международного конгресса специалистов нефтегазовой индустрии состоялось более 100 деловых мероприятий, пленарные сессии, конференции, круглые столы, закрытые совещания, выездные технические экскурсии. 7 октября на пленарном заседании участники форума обсудили направление развития рынка газомоторного топлива России, а также рассмотрели меры поддержки для перевода транспорта на газ в разных регионах и развития газозаправочной инфраструктуры. Если мы, например, будем говорить о расходе газа именно на топливо, то произошел трехкратный рост за последние пять лет. Это серьезный рост. Если мы будем говорить по количеству автомобилей, то только за последний год более 300 крупных автомобилей, это автомобили грузовые и автобусы, перешли на газомоторное топливо. Но это для нас невысокий показатель. Конечно, мы хотели бы, чтобы количество автомобилей измерялось тысячами. Мы никого не будем заставлять переходить на газомоторное топливо, особенно частный бизнес. Но мы должны создать условия, когда это будет выгодно. Вот я еще раз хочу сказать. Льготное налогообложение. 50% налога на транспорт. Это уже выгодно-выгодно. Преимущество при участии в конкурсных процедурах. Выгодно-выгодно. Возможность сэкономить на себестоимости тонна километра. Выгодно-выгодно. Возможность заправиться в разных концах Ленинградской области. Выгодно-выгодно. То есть мы будем использовать мягкую силу для того, чтобы как можно больше автомобилей переходили на газомоторный топливо. 47-й регион развивает рынок газомоторного топлива разными средствами. Это одна из целей проектной инициативы «Современный газовый комплекс» – социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Она включает мероприятия по созданию сети газозаправочной инфраструктуры, дорожная карта по строительству которой была подписана на форуме. Также рассматривались вопросы по переводу техники на метан и закупки газовых автобусов. Объекты газозаправочной инфраструктуры включены в схему территориального планирования Ленинградской области. Ставка транспортного налога для владельцев транспорта на газе снижена на 50%. Перевозчики получают дополнительные баллы при участии в конкурсах на право перевозок пассажиров, если у них есть транспорт на газомоторном топливе. Областным законом предоставлена возможность получения земельных участков для строительства объектов газозаправочной инфраструктуры без проведения торгов. При софинансировании федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры. Заставила бизнес увидеть в этом интерес.